Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником Преображения Господня! Сегодня мы послужили службу, посвященную этому празднику, и вновь вспомнили евангельские события, о которых повествуют три евангелиста, синоптические Евангелия, кроме Евангелия от Иоанна, и Матфея, Марк и Лука. Они говорят о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, зашел с ними на гору и помолился там, и лицо его преобразилось. И дальше уже есть некие различия в повествовании евангелистов. Что мы видим из этого евангельского отрывка? Что, во-первых, Иисус берет не всех учеников, а, видимо, тех, кто может понять, осознать и осмыслить хотя бы отчасти то событие, которое совершилось, потому что событие из ряда вон выходящее. Оно необычное. Господь явился ученикам во славе. Он явился в преображенном виде. Но, опять же, и ученики вместили каждый в свою меру. И тропарь на церковно-славянском, тропарь-праздник, он говорит, что вместили якоже мажаку, то есть, насколько могли вместить. Также Спаситель и притчи говорит нам, именно для того, чтобы каждый вместил в свою меру. И вот, вместив в свою меру, ученики потом передают это всем нам через тексты Священного Писания. Что Господь взошел на гору. Мне кажется, здесь есть некий символ того, чтобы отдалиться от суеты, от города, и как бы возвыситься над городом, и дальше помолиться. Господь помолился, и тогда лицо его преобразилось. Одежды его стали блистающими. Марк говорит о том, что даже как белильщик не может выбелить. Кто-то из евангелистов говорит о том, что это похоже на снег. И вроде бы казалось, какой снег в Палестине. Но, тем не менее, гора Ермон, она почти 3 километра высотой, и верхушки ее покрыты снегом. И, конечно, косвенно это говорит о том, что, может быть, это было и не на Фаворе, а на Ермоне. И также, исторически, возможно, что на Фаворе в то время была крепость. Но, тем не менее, именно церковное предание осталось верным тому, что все это случилось на горе Фавор. И даже слово «фаворе» стало таким нарицательным. То есть, в такой славе божественной. Господь помолился, и лицо его преобразилось. Ивелись ему пророки Ветхозаветный Моисей и Илья. И они беседовали со Спасителем о том, что должно совершиться о тех страданиях, которые пройдет Господь Спаситель. О его последних днях. Моисей и Илья. Если посмотреть внимательно на тексты Ветхого Завета, то можно увидеть, что именно Моисею Бог являлся прикровенно. То есть, в Ветхом Завете Бог не открывал себя людям. Только избранным, в данном случае, Моисею при Купине явился прикровенно. Это книга Исход. И, если не ошибаюсь, в Третьей книге Царств, пророку Ильи, Господь также явился, когда был гром, когда было такое сотрясение всего, но не там был Господь. И в тихом дуновении ветра Господь явился пророку. И вот один умер своей смертью, второй был взят на небо чудесным образом, на огненной колеснице, но оба пророка предстали перед Иисусом и увидели Бога воплотившегося. Увидели воплотившегося Бога и беседовали с Ним о грядущих страданиях. Дальше, евангелисты нам говорят о том, что апостолы и ученики, они не знали, как на это реагировать. Кто-то был отягчен сном. И здесь тоже очень важный момент, что дьявол всегда хочет украсть у нас, когда Господь открывает нам некую тайну. Когда действительно некое духовное сокровище, мы можем приобрести некое духовное сокровище. Дьявол не сидит сложа руки, он хочет у нас это украсть. И каждый может попробовать, если возьмет какую-нибудь духовную книжку, почитать святых отцов. Если человек не подготовлен, если он может быть всем сердцем к этому не стремится, а просто для того, чтобы удовлетворить какое-то свое любопытство, у него это не получится. Через 10-15 страниц на него навалится тяжесть сна. И вот эта вот отягченность сном говорит о том, что может быть ученики не были до конца готовы, но Господь их подготавливал. Ведь сначала они, может быть, шли просто как за учителем, за религиозным лидером, может быть. Потом Мессия, а потом уже Петр от лица учеников говорил о том, что ты Христос, Сын Бога Живаго при Кесарии Филипповой. И вот ученики были отягчены сном. Петр даже не знал, что и говорить. Вроде бы он видел пророков, Моисея и Илью, и первое, что пришло ему в голову, что хорошо нам здесь быть. А раз хорошо, значит, нужно оставить это все, вот это вот переживание, как бы это сохранить. Может быть, сделаем три палатки, останемся здесь, на этой горе, говорил Петр. Петр сам, толком, может быть, не знает, что и говорить. Но Господь, спускаясь с горы, повелел ученикам до времени не разглашать о том, что случилось. Итак, что же произошло? Бог явился в своей славе. Если так можно сказать, что это точки кульминации славы Христа. Вот это такие основные точки евангельских событий. Фавор и Голгофа. И в нашей жизни, в жизни православного христианина, этого никак не избежать. В нашей жизни может и должен быть фавор, и мы должны его переживать и воспринимать, именно опираясь на то, что, и понимая то, что все дает Господь. И человек становится обоженным, человек становится в свете, человек становится в славе только благодаря Богу. И именно Христос своим примером, Он нам это показывает, чтобы мы правильно настраивали свою душу, когда у нас есть слава, и мы правильно настраивали свою душу, когда в нашей жизни есть скорби и страдания. Фавор и Голгофа. Это точки в жизни каждого христианина, основополагающие точки. И поэтому не нужно избегать ни одного, ни другого. Иногда есть некое ложное смирение и попытка как бы прожить жизнь в сторонке. Но мы призваны к тому, чтобы действительно стяжать этот фавор. Мы должны понимать, что такое фавор. Что такое вот этот свет, который дает нам Господь. Он хочет, чтобы мы восприняли этот свет, чтобы мы восприняли эту славу, но прежде всего славу в Духе Святом. И сегодня наш современный мир, он пытается внушить совершенно другую духовно-ментальную конструкцию человеку, в которой бы он лишил его, вырезал, лишил и убрал вот эту славу, именно славу, которую дает Бог. Славу, которой Бог освящает человека. Все его труды, которые освящаются Богом. И сегодня в парадигме современного мира мы видим попытку человека войти в славу без Бога. Стать человека Богом. Но на фаворе мы видим Бога человека. И когда мы крестимся во Христа и входим в образ Христов, помните, может быть, кто был на крещении, если сам не помнит, когда совершается крещение, когда обходят троекратно вокруг Убели, появятся такие слова «Елицы во Христа, креститесь во Христа, облекоститесь». То есть наша задача – облечься во Христа, следовать за Христом и проходить также и фавор. Фавор – проходить, видя, что наша слава и тот свет, который сияет в нашем сердце, который радует нас, вдохновляет нас, освящает наш жизненный путь, он дан нам Богом. А современная парадигма мира без Бога пытается внедрить такую установку, в которой бы человек чувствовал себя властелином всего, что его слава заработана им, что он есть хозяин всех вещей. И вот ничего нового под Луной нет, как еще говорил Экклесиаст, и мы живем во время, в котором точно так же борется Бог и дьявол, и поле борьбы – это наши сердца. То же самое, тот же Бог, тот же самый, тот же дьявол, и те же страсти, те же добродетели, и те же души, которые мечутся в житейском море. Вот совсем недавно мы читали отрывок о том, как Господь шел по водам, бушующее море Теверианское, лодку, значит, волнами качает в разные стороны, и вот Петр пытается, тоже хочет пойти по водам, но начинает сомневаться и тонуть в этом бушующем море. И вот в нашем житейском море точно так же, если там появляется маловерие и страх, если там появляется попытка поставить точки опоры на самих себя, то мы тоже начинаем тонуть. Но Петр протягивает, берется за протянутую руку Христа Спасителя, и Господь вытаскивает его. Вот, и без Бога, без этого понимания, нам не понять до конца и не воспринять до конца фавор, не воспринять до конца ту славу, которую Господь приготовил нам. И отчасти этой славы мы призваны сиять здесь уже, в этом мире. И отчасти она и сияет, но просто Господь не дает возможность нам увидеть ее в других людях и в себе. В себе, чтобы мы не возгорделись, в других, чтобы мы не стали завидовать. Но у святых отцов есть такая мысль, что именно образ Божий, это и есть вот как бы та слава, та слава сияющая, это как раз и есть присутствие Бога внутри нас, это образ Божий внутри нас. И мы призваны его раскрыть, мы призваны войти в подобие Божие. И многие-многие святые, они последовали за Христом, и они стяжали вот этот самый фаворский свет. Свет, которым они светились и при жизни, свет, который изображен на нимбах, на иконах, это как раз тот самый фаворский свет, которым осияла душа того или иного подвижника. Это тот самый фаворский свет, которым осиял Моисей, когда сходил с горы Синай, или когда он получал скрижа Лизавета. Тот самый фаворский свет, которым осиял Савл, гонитель христиан, ставший последствием апостолом Павлом. У Симеона, но у Богослова, или книгу Серафима Саровского, беседы с Матавиловым. У многих-многих подвижников мы можем прочитать вот эти духовные переживания, вот этот духовный опыт, когда подвижник воспринял и пережил вот этот фаворский свет. Этот свет надмирный, он не свет солнечный, это совершенно другой свет. И душа начинает чувствовать и познавать некую иную реальность, во-первых, присутствие Бога в жизни человека, а потом некую иную реальность, отличающуюся от реальности этого материального земного мира. И тогда жизнь человека, она может измениться кардинально. И уже дальше от человека зависит, может ли он стать верным этому свету, и дальше в течение своей жизни искать его, потратить всю свою жизнь на то, чтобы искать этот свет. Как говорит Серафим Саровский, стяжать этот божественный, нетварный фаворский свет. Или совершенно другими категориями жить, действовать и пытаться в центре поставить самого себя. И вот наш современный мир, в котором мы живем, он пытается сделать так, чтобы мы забыли про этот фаворский свет, чтобы мы в него не верили, чтобы мы верили только в себя, только вот эти вот, как бы, удовольствия, которые сменяют одно другое, которые будоражат наши страсти, нашу душу, играют свою музыку, музыку страстей, а их не так много, так же, как и добродетелей, тоже не так много. И дьявол берет свои аккорды на этих струнах, блуда, уныние, сребролюбие, тщеславие, гордость и гнева, и зависть, осуждение там и так далее. А Господь Бог на добродетелях, вера, надежда, любовь, умение терпеть, умение прощать и так далее. И от того, что же изберем мы, какая музыка играет в нашей душе, зависит, вот, придет ли этот фаворский свет, и загорится ли он искоркой маленькой, или, может быть, потоком света осияет нашу душу, чтобы мы поняли, к чему стремиться, чтобы мы поняли и почувствовали, что такое опыт духовной жизни, который переживали многие-многие подвижники, многие-многие святые. И поэтому сегодняшний праздник – это прежде всего воспоминание евангельских событий, но и надежда и упование на то, что преобразившись, Господь дает и своим ученикам возможность воссиять этим самым нетварным фаворским светом. И были периоды в истории церкви, когда в богословии ломались копии о том, что чем является этот самый фаворский свет, тварным или нетварным, это XIV век, и Григорий Палама, Варлам Калабрийский, они спорили, и многие другие подвижники, кроме Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, в богословии спорили, как же действительно понять и воспринять этот самый нетварный фаворский свет. И действительно, мы не можем познать во всей полноте Бога, но Бог открывает себя в своих энергиях, как говорил Григорий Палама. И именно это учение, оно сохранилось в постановлениях Константинопольских соборов, и закрепилось в учении православной церкви, что действительно Бог являет себя в этом мире своими энергиями, и эти энергии – это природа Бога, этот самый фаворский свет. Именно этот свет фаворский мы сегодня вспоминаем, мы сегодня размышляем, мы просим Бога о том, чтобы Он дал возможность нам прикоснуться к этому свету, чтобы Он просветил нас этим светом, и, конечно, благодарим Бога за все, что Он нам дал. И вот уже в конце, когда мы благодарим Бога, вот так только тогда, яблоки только тогда, виноград, который приносят в этот день в храм, и их освящают, читается определенная молитва, и здесь есть некая традиция еще с ветхозаветных времен, когда первый урожай приносили в храм, и посвящали его Богу, и благодарили Бога. И также эта традиция связана с Грецией, когда христианство, православие в языческой Греции, оно укоренялось, и языческие праздники, такие как посвященные языческому Богу Вакху, там, Вахханалии, связанные с вином, связанные вот как раз с созреванием винограда, вот они заменялись на праздники, имеющие совершенно другое содержание, так же, как и у нас, у славянских народов, там, когда-то блины, посвященные языческому Богу Солнцу и Ерели, они при нем, обретали совершенно другое содержание. И поэтому, сегодня, да, есть такое название, яблочный спас, но мы не должны думать о том, что все ограничивается в Успенском посту, там, освящение меда, орехов, там, определенные дни, освящение яблок, это все благочестиво, хорошо, действительно, но самое главное в том, что мы прославляем Бога, и православие переводится как правильно славить Бога, мы славим Бога, а не яблоки, понимаете, вот разница в чем. мы славим Бога, который дает возможность нам войти в небесное царствие и, живя здесь уже, на земле, почувствовать, что такое это царствие, почувствовать и пережить тот самый свет, на который впоследствии идти в течение всей своей жизни, как на маяк. Вот этого искренне всем вам желаю, ангелы-хранители, Божьей помощи и с праздником. Божьей помощи и с праздником.